АРМАТА Со своей разработкой ВТ-4 Китайцы отметили, что на сегодняшнем мировом рынке бронетехники новые модели представлены только Россией и Китаем И если Поднебесная предлагает покупателям три модели в различных ценовых сегментах ВТ-1, ВТ-2 и ВТ-4 То Россия представлена только танком Т-90С, который может конкурировать лишь с ВТ-1 Так что противопоставить ВТ-4 можно только Армату Уровень автоматизации в машинах схож, но в некоторых аспектах Армата проигрывает ВТ-4 В Наринко раскритиковали двигатель российской машины, который не обеспечивает должной маневренности, трудно охлаждается и тяжел в обслуживании Подверглась критике и трансмиссия Арматы Страница в социальной сети компании Наринко Трансмиссия Т-14 недоработана, и мы убедились в этом во время репетиции Парада Победы Когда у танка сломалась коробка передач, так как тягач не смог его сдвинуть с нескольких попыток А ВТ-4 никогда не сталкивался с подобными проблемами Кроме того, в Наринко утверждают, что ВТ-4 превосходит Армату по уровню системы управления огнем, потому что соответствует современным требованиям На самом деле, если сравнивать технические характеристики ВТ-4 и Т-14, то китайский образец выглядит достаточно блекло Китайцы считают преимуществом вес своей машины — 52 тонны, что неплохо на фоне 60-тонных танков Однако максимальный вес Арматы — 48 тонн Об этом китайцы забыли Двигатель танка из Поднебесной имеет мощность в 1300 л.с. и развивает скорость до 70 км в час У Т-14 — 1500 л.с., которые разгоняют российский танк до 80-90 км в час Про огневую мощь в Наринко также лукавит При одинаковых калибрах вооружение на борту Арматы может находиться 45 снарядов против 38 в ВТ-4 Теперь о главном орудии На сегодняшний день лучше считается пушка немецкого «Леопард-2» И 125-мм орудие Арматы превосходит его под дульной энергии в 1,17 раз По уровню автоматизации российский танк опять же не уступает ВТ-4 И о броне забывать не стоит Как согласились сами китайцы, наличие активной защиты — преимущество Арматы Даже немцы с их хваленными «Леопардами» признали, что не смогут пробить броню Т-14 Что же касается трансмиссии, претензий к которой основываются на остановке танка во время репетиции парада То главный показатель — Армата ушла своим ходом А это вряд ли было бы возможно при серьезных проблемах и поломке коробки передач, о которой заявили в Наринко Так что скептики поторопились, перепечатывая слова китайских танкостроителей Публикация Наринко — маркетинговая акция Интернет-реклама всегда отличается некоторой провокационностью Истинное же положение вещей отражают вовсе не посты танкостроителей А интерес, проявленный к Армате властями КНР У Арматы — свои задачи В отличие от ВТ-4, ее создают не на продажу за границу, а для собственных нужд Только после их полного обеспечения нужно будет доказывать иностранным покупателям конкурентоспособность Т-14 Впрочем, к тому моменту в доказательствах уже не будет никакой нужды Редактор субтитров А.Семкин